Новую уловку придумали телефонные мошенники. Теперь они рассылают северодвинцам смс-сообщение, что по ошибке пополнили чужой счет. И просят вернуть деньги. Такие рассылки получили уже сотни горожан. Положила деньги дочери, а пришли вам. Пожалуйста, верните средства. Подобные смс все чаще приходят северодвинцам. Такое послание получила и Ксения. Девушке смс сразу показалось подозрительным. Мне пришла смс о том, пишет женщина какая-то, что она мне положила, якобы ошиблась номером, положила 200 рублей на телефон на мой. И попросила вернуть эти деньги. И написала телефон якобы ее дочери. Я, естественно, не поверила. И вот, не знаю, ничего такого. Мне кажется, что это развод. Проверила баланс, прибавки не увидела. Полицейские предупреждают. Это очередная уловка мошенников. СМС Ксении пришла из Ярославли. А перевести деньги неизвестные просили уже на питерский номер. Некоторые граждане почему-то это делают, переводят. То есть, опять же, у нас хорошо сравненный психологический момент. То есть, давят на жалость. Случайно перевели. Извините, надо перевести дочери. Вот. Но тут небольшие суммы достаточно. То есть, вот, по тот случай, о котором вы говорите, да, это, считайте, у нас регионы Ярославль, Санкт-Петербург, откуда приходят смс-сообщения. Аппарат абонента не подключен к станции. Дозвониться до предприимчивых лиц мы не смогли. Телефоны то вне зоны доступа, то выключены. Пострадавшие от таких мошенников, как правило, в полицию не обращаются. Слишком мал ущерб. Не вестись. Главное, быть бдительным. Мне кажется, вот так. То есть, обязательно проверяйте все. Обязательно. То есть, себе. Вот, если у вас такая смс-сообщения приходит, обязательно еще отправите. Если вы получили подобное сообщение и деньги отправили, вернуть их вам вряд ли удастся. Полиция просит граждан не попадаться на такую уловку. Елена Киева, Виталий Трапезников, Вестник Северодвинска.